Это программа Хабаровск Спортивный. С вами Сергей Щербаков и большая любительница хоккея Марьяна Гейт. Это правда, потому что в последний раз, когда в Хабаровске проходил чемпионат мира по хоккею с мячом в 2015 году, Серёж, знаешь, как я болела? Меня просто разрывало на трибунах. От счастья? Конечно, Серёж, от счастья. Кстати, арена Ерофей готова принимать ближайший чемпионат мира? Не переживай, Марьяна, готова. В этом накануне убедились не только мы. Смотрим. Мэр города Александр Соколов и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт лично убедились в том, что арена Ерофей полностью готова к проведению 38-го чемпионата мира по хоккею с мячом. Причём готова не только то место, где будут проходить матчи, но и весь Хабаровск. Мы делаем всё для того, чтобы он был красивым, нарядным. Безусловно, будет работать в эти дни вся иллюминация в городе Хабаровске, что значительно украшает его имидж. Освещение, подсветка, рекламы. Очень многое делается для того, чтобы жителей города Хабаровска, не только те, кто любят хоккей, посещают хоккейные матчи, но и все хабаровчане с восторгом принимали гостей, оказывали им внимание и делали всё для того, чтобы гостям в городе понравилось. Примечательно, что какой-то спешки или, если хотите, лишней суеты, в арене Ерофей накануне старта чемпионата мира не наблюдается. Всё готово заранее. Мы готовы уже вчера их всех принять. Все вопросы решены для приёма команд, болельщиков, делегаций, гостей на территорию города Хабаровска. Кроме комфортных условий для болельщиков, что тоже немаловажно, в арене Ерофей есть всё необходимое для того, чтобы хоккеисты продемонстрировали собравшимся игру мирового уровня. Условия великолепные, как всегда, отличная арена. Условия одни из лучших вообще, потому что такой прекрасный каток имеет Хабаровск. Опять же, поддержка трибун обеспечена. Здесь хоккей с мячом очень любят. Да, однозначно я слышал, что уже на полуфинал и финал проданы билеты. Это очень приятно. Воспоминания о 2015 году самые лучшие, как болельщики поддерживали нас. В 2018 году сборная России может рассчитывать на не менее жаркую поддержку трибун. Я думаю, что мы просто обязаны болеть за нашу команду и переживать так, чтобы это помогло российской команде победить. Это очень важно и значимо. Особенно сейчас, когда в мире многое делается для того, чтобы принизить российский спорт, для того, чтобы любым надуманным предлогом вводились санкции против России. Это осознанное политическое давление. Пройдёт и это. А мы ещё раз напоминаем, что 38-й чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. Это будет третий чемпионат мира по этому виду спорта в нашем городе. В 81-м году победили шведы, в 2015-м россияне. Пока 1-1. Пора выходить вперёд. Большое спасибо. Потом вперёд. Серёж, ну ты как-то не все секреты выдал, что касается подготовки к чемпионату мира. Хорошо, Марьяна, только для тебя. Победит сборная России. Это не секрет, если что. Это не секрет, но секреты, точнее сюрпризы остались. А ты не говоришь, молчишь. Об этом прямо сейчас в нашей программе. Прямо сейчас здесь, в арене Ерофей, к открытию чемпионата мира по хоккею с мячом готовятся волонтёры. А всем тем, кто в понедельник придут в этот замечательный спортивный комплекс, особо готовиться не нужно. У вас самая главная задача состоит в том, чтобы прийти пораньше. Дело в том, что вы, да-да, именно вы, примите участие в открытии чемпионата мира. Здесь будет такое шоу, в котором сможет принять участие каждый. То есть вы придёте и на спортивный матч, и поучаствовать в неком флэш-мобе, о котором можно будет рассказывать с гордостью внукам, что чемпионат мира случился тем великолепным событием, в котором вы приняли участие. Сейчас в руках волонтёров предметы, которые станут элементами светового шоу. 29 января такие лазерные мячи будут у всех. Каждому зрителю волонтёры помогут, выдадут особый сувенир, который можно будет забрать с собой и принять участие. Вы волей-неволей, если вы будете в арене Ерофей, вы станете этим актёром, который сделает это световое шоу. А ровно за 30 минут до первого матча чемпионата мира между сборными России и Норвегии вы увидите то, чего никогда не видели. Вот небольшой аванс для зрителей телеканала Хабаровск. Серёж, а что мы всё мечи-мечи? Давай уже на шайбы перейдём. Слушай, может быть сразу на девочек? Ну это тебе виднее. Предлагаю тогда сразу и на то, и на другое. Окей. Хабаровск. Хоккейный город и людьми с клюшками и на коньках здесь никого не удивишь. Но сегодня особый случай. На льду – Олимпийская сборная России по хоккею с шайбой. А рядом – старые знакомые. Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков В своё время два года верой и правдой служил хабаровскому хоккею. Именно служил. В конце 80-х годов я играл в ЗАСКА Хабаровск. Проходил здесь службу срочную. Играл в хоккейной команде СКА. Какие-то элементы ностальгии сейчас присутствуют? Вы знаете, город, конечно, очень изменился. Хотя ещё не всё удалось посмотреть. Не так много времени было. Всего второй день здесь, конечно, ностальгия есть определённого рода. Приятно возвращаться в те места, где ты уже неоднократно бывал. Учебно-тренировочный сбор хоккеисток продлится в Хабаровске до 4 февраля. Отсюда сборная России и отправится в Южную Корею, где обязательно поборется за олимпийские медали. Неоднозначная ситуация вокруг всей олимпийской сборной страны, конечно, не добавляет положительных эмоций. Ну, конечно, это всё не добавляет эмоций, но, тем не менее, мы с девчонками разговаривали и пытаемся все эти дела и разговоры отмести. Наше дело – работать и готовиться. В Корее нашим девушкам предстоит выступать под нейтральным флагом. Это не их решение, но приятного, конечно, мало. Конечно, мы расстраиваемся, что не будет ни флага, ни герба. Но я думаю, что всё равно вся Россия будет знать, что мы будем под нейтральным флагом, мы будем всё равно за нас болеть, а мы будем стараться вдвойне доказать то, что мы сборная России и чтобы люди нас запомнили. Нет, гимна – это не проблема. У женской сборной России по хоккею «Шайба» есть опыт исполнения капелла. Все мы видели прекрасно. По-моему, в Чехии это было. Да, это было в Чехии. Наша молодёжка пела гимн. Да, это не проблема. Надо будет сами споём. Если не брать в расчёт спортивную составляющую, то команде России уже сегодня можно вручать приз за красоту. Это нападающая нашей олимпийской сборной Диана Канаева. Но девушки, помимо того, что хороши собой, тут, думаем, нет возражений, ещё и спортсменки и в первую очередь думают о соревнованиях. Конечно, как у нас одна задача – это привезти медаль. И если мы сможем это сделать, это будет очень хорошо. Сумеют ли россиянки вернуться из Кореи с медалями или нет, покажет игра. А уже сейчас болельщиков женской сборной России наверняка стало больше. Это была программа «Хабаровск спортивный». А в честь того, что она получилась такой замечательной, Марьяна, я хочу пригласить тебя на свидание. Серёж, пойду при одном условии. Если оно спортивное. Исключительно спортивное мероприятие. Тогда явки, пароли. Понедельник, 19.00, арена «Ерофей». Открытие чемпионата мира по хоккею с мячом. Да, болейте за наших! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...